Добро пожаловать на кладбище. Примерно таким лозунгом приветствуют автомобилистов на шумных магистралях. Судя по количеству надгробий, венков и крестов, дороги медленно, но верно превращаются в места для скорби. А некоторые особо опасные участки трасс и вовсе в братские могилы. Фантазия скорбящих не ограничена. У обочин вырастают надгробия с датами, фотографиями и обстоятельствами ДТП. В России это превратило в своего рода традицию, даже моду, которую рационально объяснить люди не могут. Безусловно, это же признаки исключительно нашей культуры, но я даже не употребила бы здесь, к сожалению, слово культура. Понятно, что люди, находящиеся в эмоциональном, очень серьезном состоянии горя, потери, как правило, испытывают потребность рассказать об этом. В данном случае они рассказывают всему миру. Разделить потери со всем миром у придорожного столба можно абсолютно законно. До настоящего времени норм, регламентирующих установку памятников, не существовало. Отчасти массивные конструкции запрещены законом об автодорогах, отчасти законом о погребении, где определены места для захоронений. Но четкой и конкретной формулировки «у дорог запрещено» нигде нет. Эту норму, а заодно и штрафные санкции от полутора тысяч рублей решили ввести депутаты Госдумы. Медицинское сообщество инициативу поддерживает. И более того, советует обратиться за помощью тем, кто устанавливает поминальную атрибутику. Ведь она может стать причиной новой трагедии. На живых участников движения эффект оказывает исключительно негативный. Ни о какой профилактике ДТП речи идти не может. Однозначно влияет негативно. Прежде всего, это огромный отвлекающий фактор. То есть человек, у которого внимание должно быть сосредоточено на дороге, более-неголее обращает свои взгляды на такие достаточно яркие символы. Я бы посоветовала лучше обращаться к специалистам за проблемами, которые связаны с острой потерей и горем. Зачем человек это делает для себя? То ли это вот такой крик всему миру, что здесь это случилось, то ли что-то другое, потому что вряд ли это может являться именно данью памяти человеку, который там погиб. К христианским традициям придорожный крест отношение имеет весьма отдаленное. Существуют поклонные кресты, но они устанавливаются в совершенно ином контексте. Не на месте гибели, а, например, на въезде в город. Духовный смысл поминальной атрибутики, а уж тем более крестов и надгробий у трассы, полностью отсутствует. Все возникло из каких-то народных потребностей. Это не предполагается ни церковью, ни государствами. Церковь, в принципе, это не благословляет. Она благословляет ставить кресты на местах уже захоронения, в специально отведенных местах, кладбищах и прочее. Бывают там какие-то экстраординарные случаи, какие-то несчастья уже сугубо глобального масштаба. Но там уже ставятся какие-то мемориалы. Это все уже в сотрудничестве церкви и государства. Надгробия и венки обяжут убирать дорожные службы, у которых и сегодня на это не всегда поднимается рука. Точки над «и» в нравственном аспекте вопроса расставляют психологи. Традицию называют эмоциональным фетишизмом, который только погружает человека в кризис, а не помогает пережить горе.